И цикл в конькобежном спорте, и первый этап Кубка Мира сезона 2018-2019 годов пройдет в японском Абихиро на катке Мейджи-Хоккайдо-Токачи-Ауал. Ну и, конечно же, я очень рад приветствовать в нашей комментаторской кабине замечательного эксперта, многократнейшего чемпиона страны, победителя этапов Кубка Мира Дмитрия Лобкова. Добрый день. Добрый день, уважаемые телезрители. Я думаю, нас ждет сегодня очень насыщенный шоу, насыщенный прекрасными результатами. Да, но сегодня программа, правда, достаточно короткая, вы ее уже видели. Это командные гонки-преследования и забеги у мужчин и у девушек на дистанции 500 метров. Основные события пройдут в субботу и в воскресенье. Тоже у нас ранний старт. Завтра в 9.30 начнется наша телевизионная программа. В воскресенье и вовсе в 8.30. Но, действительно, в общем, пусть и не ждем мы суперрекордов, потому что равнинный каток, не самый быстрый. Если сравнивать рекорды у девушек, рекорды этого катка, то в списке катков, которых у Бехира, занимает лишь 18 место в мире, у ребят и вовсе 21 место. Поэтому результаты здесь достаточно скромные. Об этом можно судить и по результатам группы Б, которые уже пробежали дистанцию 500 метров. Ну, это мы все вам расскажем. Ну, а Дима, наверное, для начала поделится собственными впечатлениями об этом катке, на котором ему не так давно доводилось бегать, не только лет назад. А, да, на самом деле, мы вот уже успели обсудить. На самом деле, каток у Бехира очень необычно сделан. Там практически, что хочется, вот в первую очередь сказать, не было даже раздевалок на самом катке. Они находились за территорией катка. Приходилось все время выходить, заходить. То есть все отдельно. Но на самом деле каток очень уютный. Если посмотреть на то, как выглядит овал, он немного шире, чем обычные катки практически на всех катках мира, где проходят соревнования конькобежного спорта, по конькобежному спорту, он немного шире, если... Ну, вот даже сейчас посмотрите, вот под таблицей вот две дорожки мы видим конькобежные. И, ну, понятно, внутри овала широкая тренировочная дорожка. И еще дополнительные, да. Но вот внешние, да, еще по сути полудорожки. Дим, ну это сказывается как-то на радиусе в поворотах? Нет, на самом деле радиус-то один и тот же. Просто сказывается на безопасности больше всего. Потому что есть дополнительные места. Если вдруг спортсмен все-таки падает, то все-таки больше есть... Ну да, есть чуть больше времени, доли секунды, да, среагировать, сгруппироваться. Ну, мы начинаем с командной гонки преследования. Сразу скажем, что есть обнадеживающие результаты. И в группе «Б» на 500 метров там Ольга Фаткулина свой забег выиграла. Но об этом чуть подробнее позже. И отметим замечательные наши результаты. Данила Семерякова, четвертое место. И Руслана Захарова, олимпийского чемпиона, в полуфиналах в масс-старте. Захаров даже выиграл свой забег. Так что обоих ребят мы увидим, соответственно, завтра в финале. Ну а сейчас командная гонка преследования. Вы видели и голландскую команду, в составе которой есть и Рейн-Вюст. В общем, что немножечко даже необычно для первого этапа, для командной гонки преследования, что Вюст бежит. Но, видимо, голландки очень хотят вернуть, отобрать у японок славу лучшей команды преследовательницы. Ну и посмотрим на нашу команду. Ей стартовать во второй паре. В первой же паре бежит итальянская команда. Она одна. И вот в составе Франческо Бетроно и Франческо Лолубриджида по краям. Ну а в середине Ноэме Банатса, молодая 20-летняя девушка. Вот как раз сейчас ее показывают. 1.58.34 ее личный рекорд, установленный в этом году на дистанции 1500 метров. Но это так, в общем, для того, чтобы вы понимали уровень, какой у этой девушки. Ну вот любопытно на итальянок взглянуть. В прошлом году итальянки в Кубке Мира бежали только на самом первом этапе. В Херенвене в командной гонке преследованию пробежали достаточно слабо. И в итоге в зачете Кубка Мира лишь последнее 11 место. Они заняли, ну вот... Чуть-чуть не закончилась трагедией. Да, это как раз, ну это, видимо, волнение вот этой Ноэме Банатсы. Это дебют ее на этапах Кубка Мира. Так что, ну понятно, дали ей возможность на старте себя проявить. А дальше будут опытные Лолбриджидо и Бетроны определять ход бега. Главное, чтобы Банатсы все-таки досидела за более опытными. Ну да, вот мы видим сейчас на смене, она тоже не лучшим образом сработала. Маленький разрывчик у нее остался. Пришлось догонять немножко, но вроде все нормально обошлось. Да, села хорошо. Ну а вообще, пока итальянки бегут и, в общем, соперничества нет, ну, скажем, что есть несколько изменений. Самое главное, наверное, изменение, касающееся Кубка Мира, это то, что изменилась система подсчета очков. Если раньше за победу на этапе получал триумфатор 100 очков, за второе место 80, ну и так далее, и так далее, и 70, и дальше, то теперь за победу на этапе дается 60 очков, а за второе место 54 и 48. То есть уменьшена процентная разница между первым, вторым и третьим местами. То есть, если раньше вспоминать, как, ну, та же наука Дайра, скажем, в прошлом сезоне, выиграла несколько этапов и могла, в общем, дальше, по сути, отдыхать. Уже практически к середине сезона становилось все ясно. С точки зрения победителя Кубка Мира, то теперь те, кто занимает вторые и третьи места, могут претендовать на то, чтобы дальше бороться, особенно если фаворит один этап какой-то решит пропустить. Но и при этом не полуторные, а двойные очки будут на финале Кубка Мира, с тем, чтобы стимулировать конькобежцев добегать сезон до конца и уже бороться до самого последнего старта. Ну, это вот самое главное, наверное, изменение, о котором стоило упомянуть в начале сезона. Ну, а теперь давайте вернемся к итальянкам. Ну, скорость, наверное, не самая лучшая. Мы, конечно, пока ориентиров не имеем, как остальные справятся с этими скоростями, но вот пока, вы видите, круги начинали по 33, сейчас 32 секунды. Тихонечко добавляют, пытаются. Да, но это вот как раз усилиями, прежде всего, Лолы Бриджиды. Она больше здесь работает, и Бетроны, и Банадса за ее спиной. Банадса тяжелее всего. Видно, что уже немножко отстает. Да, подвисает. Подвисает, да. Ну, уже дистанция близится к своему завершению. Да, вот и финиш, и 3.08.20. Ну, зато есть первый ориентир для всех остальных команд, стартующих следом. Ну, скажу так, что рекорд катка, установленный на этапе Кубка мира в 2014 году, в ноябре 2014 года, принадлежит Голландкам, 3.02.54. Мария Ёлинка и Рейнвест Мэрид Лейнстера показали этот результат. То есть, в принципе, ну что, 6 секунд проиграли Голландкам, тому результату Голландок, ну, в принципе, не очень много. Ну, каток Вабихира не часто используется в программе Кубка мира. Это, конечно, ни Херенвей, ни Солт Лейк Сити и Калгари. За всю его историю, которая продолжается с 2009 года, лишь в четвертый раз здесь гостит Кубок мира. И вот последний раз это было 4 года назад, в 2014 году. Ну, а теперь внимание все на российскую команду Евгения Лаленкова, Елизавета Козелина и... Наталья Воронина. Наталья Воронина. Да, у нас еще в команде, ну, в заявке числилась Елена Сахарякова. Наш достаточно опытный уже, пусть и без большого количества международных стартов, стайр. Ну, вот такой состав наша команда собрала с прицелом на среднюю, скажем так, дистанцию. Ну, и корейская команда. Сейчас заявка из 4-х человек была. Значит, Дживо Парк, Дуэн Парк, по-моему, и Кимборюм. Ну, у кореянок, в общем, тоже, наверное, прошлый сезон не лучшим образом сложился. Можно вспоминать, как Кимборюм и ее партнерши еще в юниорские времена побеждали на чемпионатах мира. И, в общем, второй, как бы этот состав и велик Олимпиаде в Хенчхане. Но там добиться успеха не удалось, хотя кореянки были, в общем-то, чуть проще был их отбор. Ну, а что касается российской команды, то мне очень приятно возвращение в сборную Жене Лаленковой. После рождения ребенка она, в общем-то, достаточно трудный, тяжелый путь проделала. Вот она сейчас как раз лидирует, да? Да, нет, 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 она ушла сейчас на третью позицию. Да, она на третью позицию. Она стартовала. Она стартовала первой. Ну, вот на минувшем чемпионате России она выиграла полуторку и была в призах и на трех, и на пяти километрах. Да, может быть, результаты не самые выдающиеся с точки зрения мировой, мирового пролетариата, но... Но для начала сезона, на самом деле, очень неплохие результаты показали. Ну, мне кажется, еще у Жени, Женя вполне себе может сделать прицел на многоборье. Да. Вот учитывая такую стабильность и ровные результаты сразу на трех дистанциях, да и пятисотка у нее, в общем-то, может быть неплохой. Поэтому пожелаем Жене удачи в этом сезоне. Ну, в общем, и, конечно же, всем девчонкам и ребятам нашей сборной мы только удачи желаем. Ну, вот посмотрите на темп российской сборной из 29 секунд и, соответственно, преимущество над кореянками растет. Пока что очень хороший темп показывают наши девочки, поэтому... Да, Наташа Воронина, правда, так немножечко даже, по-моему, уверлась. Ей полегче всех такое ощущение. Ну, она будет, я думаю, что довозить команду на последних двух кругах. Она и катит получше, прям видно, со стороны, более легко дается ей дистанция. Но, как правильно, она будет, скорее всего, вести уже команду к финишу. Да, ну, Наташа опытный наш стайр. Сейчас Лиза Козелина впереди призер чемпионатов мира, как и Наташа Воронина в этой дисциплине. Жалко, конечно, что вот на Олимпиаде не было возможности побороться за награды. Лоленковой тяжело. Но все-таки справилась она с этим поворотом. На последний круг уходим. Посмотрите, 6 секунд преимущество над графиком бега Кореяна. Очень близко к рекорду катка бегут девочки. Да, да, вполне. 3.02.54, еще раз повторимся, рекорд. И вот уже даже напрямую видят корейскую команду. Это очень хорошо, на самом деле, когда видишь соперника, еще впереди, пытаешься к ним тянуться. Но вот, я думаю, девочки справятся сейчас. Да, Женю, Лиза помогает Жене удержаться в повороте, дорабатывает на выходе из поворота. И вот финиш. Новый рекорд катка. Да, 3.01.11. Посмотрите, 7 секунд выиграли у итальянок. Ну, а корейская сборная даже чуть-чуть проиграла результату итальянок. Ну, что, ну, в корейской сборной, конечно, много сейчас изменений происходит. О мужской гонке, преследовании будем говорить немножечко, скажем несколько слов о прежнем лидере корейской сборной Син Хун Ли. Двукратном олимпийском чемпионе. Ну, а пока отметим, что, да, не идеальный был бег. Были, в общем, конечно, маленькие проблемы. Но вот Женя в этом году, Лоленкова, вернулась к тренировкам со сборной. И это дало результат. Так что очень хорошо, что в нашей команде, в общем, есть такой боец. Можно еще, наверное, вспоминать и о возможностях той же Кати Шиховой в теории влиться в команду. Может быть, на следующие, на европейские этапы Кубка мира попробует вернуться в состав сборной Ольга Граф, которая по результатам чемпионата не отобралась в команду отборочного чемпионата в октябре в Коломню, который проходил. Но, в общем, тренеры говорят, что мы продолжаем Ольгу держать в поле своего зрения. И, соответственно, собираемся ее использовать. У Китайской сборной, ну и Червонка, Магдалена Гжижин и Каролина Босиек. У польской команды, ну вот тоже у польской сборной, по сути, идет смена поколений. Не только Наталья Шервонка осталась. Да, да. Торжена Баклида Цурус во второй раз закончила свою карьеру. Второй раз. Да. Ну и вот молодые. Каролина Босиек, 2000 года рождения, ей 18 лет всего. Но Магдалена Гжижин чуть постарше, чуть поопытнее. Она 95-го года рождения. Но достаточно большой разброс. В результатах, если смотреть на полуторку, у Гжижина всего лишь в этом сезоне 2-0-3. В то время как у Червонки 1-58-78, у Босиек 1-59-87. То есть, в общем, конечно, вот весь главный вопрос, Магдалена Гжижин сумеет ли удержаться в этом трио. Что касается китаянок, то у китаянок вот день Тао 93-го года рождения и 25. А весь остальной состав, вся остальная заявка, это 18-19 лет. Даже есть в составе вот Юханьма, которая 2002 года рождения. Соответственно, ей 16 лет, всего 16,5 лет. И надо отметить очень ровные результаты у всей заявки китайской сборной в районе 2-х минут на полуторке. Результаты, то есть, в общем, подбирают примерно одного класса. И как раз именно на скатанность, на стройную работу по ходу всей дистанции делают ставку, соответственно, китайские тренеры. Ну вот сейчас посмотрим, как это получится. Китаянки более ровно видно, что едут. И все-таки вот, смотрю на команду Польши, там тяжело спортсменке. Так у нас вот... Ну, как раз Магдалена Кишина. Да. А я бы еще отметил, ну, понятно, новые комбинезоны у китайской сборной, такие черные. Но и отметим серьезного автомобильного спонсора у китайской сборной. Ну, я думаю, что это контракт на все 4 года заключен с прицелом на то, что Китай хозяева следующей зимней Олимпиады. Она пройдет, соответственно, в 2022 году в Пекине. И, конечно, мы ждем, что же там за каток построят конькобежный. Учитывая то, что в Китае уже хватает серьезных катков, хороших катков. Жаль только, вот не удалось ни разу увидеть, что же там в Урумчи. Самый высокогорный каток мира на высоте 1700 метров. Это, на самом деле, очень интересно. Да, но китайская сборная в этой паре лидирует. Но, видимо, что все равно много проигрывают российской команде. И тут, скорее, наверное, спор между Италией и Кореей. А, нет, польская команда, да? Польская команда, да. Они чуть меньше проигрывают. Но китаянки, в общем, учитывая их молодость, логично, что если они такой состав будут к Олимпиаде накатывать, опыта наберутся. Да, у китаянок пока самый скромный результат 3.09.51. Но и польская сборная, мы видим, тоже в нашей команде проиграла очень значительно. 6,5, почти 7 секунд. Ну и, в общем, место в пятерке нашей команды гарантировано. Но я надеюсь, что это результат, наверное, даже на призовое место. Мы, на самом деле, очень надеемся, потому что результат показан очень хорошими нашими девочками. Сейчас посмотрим. В следующем забеге побегут уже команда Голландии и Канады. Поэтому будет видно. А, ну вот вы видите таблицу, да? То есть Польша, Италия, Корея, Китай примерно на одном уровне, а сборная России совершенно на другом. Но думаю, что сейчас уже результаты будут еще более серьезными. И, может быть, даже на результаты с трех минут. Ирейн Вюст, Лотте Фанбик и Джо Бьюн в составе голландской команды. Ивани Блонден, Керри Моррисон и Изабель Вайдеман в составе канадской сборной. Ну, здесь мы пятерых прекрасно знаем из этой шестерки, которая отправилась на старт. И, конечно, надо обратить особое внимание на Джо Бьюн, 19-летнюю голландку, которая в прошлом году просто феерически выступила на юрниорском чемпионате мира. Выиграла три дистанции, выиграла абсолютное многоборье. И это, в общем, как говорят, возможно, новый лидер. И, может быть, даже смена Ирейн Вюст. Но пока Джо Бьюн просто прыгала от счастья, когда на национальном чемпионате сумела отобраться в команду на первый этап. И, в общем, конечно, полна она серьезных амбиций. Но и сейчас, говорят, что первый сезон для нее, конечно, важнее набраться опыта. Хотя, в принципе, у нее, как я понимаю, возможность еще в прошлом году была пробовать отобраться в команду. Но ее опытные товарищи посоветовали ей все-таки отбегать сезон по юниорам. Да, ну и вот потом уже влиться в сборную. Так что, вот, любопытно. Ну, а Изабель Вайдеман ведет бег в Вилла, вернее, бег у канадской сборной. Выходит сейчас вперед Керри Моррисон, супруга Дэнни Моррисона. Сестра Дэнни Моррисона не отобралась, как раз, в состав канадской команды. Так скоро запутаться можно будет. Ну, ты знаешь, я тоже вот полгода как бы не рассказывал о коньках. Я тоже вчера долго вспоминал, и хорошо Варвара Барышева на помощь пришла, облегчила мои страдания. Объяснил, кто есть, кто все-таки. Да, так что Варя по-прежнему с нами. Ну, а посмотрите, график бега голландок. Всего лишь 0,12 секунды выигрывают голландки по графику бега российской сборной. Ну, вот сейчас, правда, и Рейнвюст вышла вперед. А Лоттефан Бик-то, в общем, не прибавила, не добавила скорости. Даже уже проигрывают голландки. Вот это любопытно. И посмотрите, на круге быстрее время канадки сейчас показали на 0,4 секунды. Канадки добавляют наоборот. Сейчас, возможно, будет смена лидера. Нет, пока что видно, что Рейнвюст... Да, и Рейнвюст взялась за дело, объяснила всем, кто в доме хозяин. Много ходило, кстати, слухов о том, что Рейнвюст может завершить свою карьеру после Олимпийских игр, но нет. Ой, вот это там видно. Еще прибавили команда Голландии. Да, 29,3 круг. У наших девчонок, кстати, 29,4 было на предпоследнем круге. Так что, в общем, ну, все равно, да, голландки выигрывают, выигрывают, но выигрывают у наших немного, а канадки проигрывают. И... Да, Джо Бьюн там завершала век. Секунду выиграли, у наших 32, последний круг, у наших девчонок было 29,9 на последнем... Нет, нет, простите, не туда посмотрел, 34 на последнем круге у наших... На самом деле ровненько. Да, да, вот Джо Бьюн крупным планом, запомните это лицо, я думаю, что о Джо Бьюн мы будем говорить очень-очень много. Девушка очень талантливая, тем более, что попала в команду Джамбо, и Якори ее тренирует. И, в общем, звездный состав этой команды, как голландцы написали, 21 билет они на этот этап Кубка мира себе забронировали. То есть 10 человек из этой команды в составе голландской сборной, и вот они в общей сложности 21 раз будут выходить на старт. Ну, а теперь мировые рекордсменки, фантастические мировые рекордсменки. В прошлый сезон прошел весь под их диктовку сборная Японии. Ну, правда, сейчас посмотрим. Да, на эксперименты не пошли сестры Такаги и Аяна Сата в составе команды, но в заявке была еще Нене Сакая. Девушка, которая 95-го года рождения, на национальном отборе 2 минуты и 72 сотые пробежала на полуторку. Но вот для меня, конечно, фантастическим удивлением стало то, что Нене Сатакаги заявилась на дистанцию 500 метров. Ну, и Стефани Беккерт, Роксан Дюфертер и Мишель Урик на старте у немецкой сборной без Клаудии Пихштайн, недавно установившей новый мировой рекорд. Ну, а девчонки побегут длинные дистанции. Я чуть подробнее об этом расскажу, пока такую интригу до завтра повесим. Ну, и приятно отметить, что Стефани Беккерт вернулась. Много у нее было травм когда-то, и прочили славу чуть ли не Гунде Ниман. Но травмы, в том числе и травмы спины, оставили ее на несколько лет за пределами конькобежного команды. Команды японки сейчас прям хочется отметить, прям со старта взяли очень хороший темп, практически полсекунды сразу же, уже даже секунда одна на первом круге. Это очень интересно. Команда Японии, которая провела все-таки потрясающий прошлый сезон олимпийский, они не перестают удивлять. Они добавили практически во всех дисциплинах, и, ну, немного забегая вперед, сейчас очень много появилось у них имен даже в спринте, новых, молодых имен. Да, мы поговорим об этом во время бега на 500 метров, но молодые имена в спринте все-таки большей частью у ребят. Ну, у ребят, конечно, конечно. Да, у девчонок, ну, все равно, вот, если Миха Токаги, напомню, что в прошлом году, в прошлом сезоне она стала чемпионкой мира в классическом многоборе, первая японка, которая выиграла этот титул, ну, и не считая, конечно же, олимпийских наград, которые достались Миха, и в том числе и в командной гонке-преследовании, но если она собирается в группе сильнейших бежать 500 метров, вот это вот, конечно, просто фантастика. Сейчас такой очень интересный момент, когда японки уже практически видят команду Германии, становится очень интересно, смогут они догнать их, потому что такая редкость, что так вот, ну, все-таки сборная Германии тоже очень титулованная команда, да, им, конечно, тяжело сейчас, вот, уже видно, что, да, я думаю, наверное, все-таки опередят, они их догонят. Да, ну, как-то очень скромно побежали немки с самого начала, видимо, еще с прицелом на, скажем так, стаирские способности Стефани Беккер. Вот, колокол звучит для японской команды, но они на полкруга, ну, все-таки не на круг, на полкруга, а обходят сборную Германии в вираже. Ну, красиво это выглядит, но японки бегут к победе. Две секунды они выигрывают уже у Голландии, даже больше будет секунд. Потрясающий бег показывает, правда, очень ровненький и очень живой бег. Да, и как-то так незаметно смены проходят, да, если в голландской сборной мы вот отметили, да, и Рейнвюст вышла, сразу результаты пошли. А здесь, ну, практически все равно, кто бежал впереди, или одна Токаги, или другая, или Аяна Сато, в общем, они все очень хорошие уровни подготовки, и вот эта вот слетанность японской команды и дает фантастический результат. Две пятьдесят семь восемьдесят в одну калитку выиграли японки. Ну, не знаю, голландки, может быть, будут еще экспериментировать с составом. Что касается бронзы российской команды, во-первых, поздравляем, а во-вторых, конечно, жалко, что бежали в такой ранней паре, не имея ориентиров. Беги в паре с голландками, скажем так, как, может быть, и посерьезнее борьба была. Ну, ничего, первая медаль все-таки у нашей Копилки этого сезона. Да, да, это первая награда нашей сборной. Так что поздравляем нашу команду, поздравляем всех болельщиков. Будем наблюдать теперь уже следующий мужской командный гон. Ну, а вот Токаги. Ну, кстати, не так уж и много проиграли своему же мировому рекорду. Там где-то получается 3-5 секунд. Но это все равно, в общем, для Каткава-Бехира это очень хороший результат. Да, 2-57-80. Еще раз повторюсь, что предыдущий рекорд был 3-0-2-54. То есть, ну, по сути, чуть меньше 5 секунд сбросили. Ну, а немецкая команда, конечно, в этом составе пока очень скромно выглядит. Ну, они так, в общем, вроде бы и скромно начали, так и к финишу ничего не добавили. 3-15-2-90. Девятое место. Последнее место у немок. Ну, на следующий этап Кубка Мира уже немножко другая будет, соответственно, жеребьевка. И наша команда получит возможность бежать ближе к мировым лидерам. Ну, и приятно, что, сколько, 35 сотых выиграли у канадской команды. То есть, в общем, ну, по сути, вот сейчас посмотрите на окончательную таблицу, итоговый протокол. Да, вот есть японки, есть второй эшелон, по сути, можно говорить так, Голландия, Россия, Канада. Ну, и есть все остальные. Это Польша, Италия, Корея, Китай и Германия. Вот, наверное, такое распределение сил сейчас у девушек в командной гонке-преследовании. Надеюсь, что наши девчонки и дальше будут собирать призовые места. Тем более, что, конечно, любопытно будет и на финале Кубка мира в конце сезона увидеть продолжение вот этой серии. Ну, а пока мы делаем небольшой перерыв в ожидании мужской командной гонки-преследовании. Она должна начаться через 15 минут по московскому рейду. Ну, что же, мы возвращаемся на каток Вабихира. Правда, сейчас не в режим прямой трансляции, а буквально на несколько минут пораньше. Во время заливки льда проходила церемония награждения. Но на этапах Кубка мира церемония награждения всегда такая, в общем, достаточно скромная. Обставлено так минималистическим образом. Вы видите, что японцы, похоже, даже пьедестал не стали сооружать. Просто постелили коврик, поставили пару баннеров со списком спонсоров. Да, так оно и есть. И вот вручают цветы, вручают медальки. Ну, и приятно, конечно, что первыми в этом сезоне медали Кубка мира получили наши девушки. Потому что начинают награждение как раз с третьего места. И это, кстати, тоже одно из изменений нынешнего сезона. Раньше первыми награждали победителя, потом второе-третье место. Теперь все-таки с третьего до первого. И вот голландки улыбаются, но я не думаю, что особенно и Рейн Вюст. Очень рады вот этому серебру. Но тут надо, наверное, признать, что все-таки сейчас японская сборная просто выше класса. Согласишься, да, Дим? Конечно, конечно. Команда Японии просто как слаженный организм. Поэтому всем командам еще предстоит поработать над собой, поработать на тренировках. Но я думаю, мы увидим еще борьбу. Я думаю, успеют другие команды тоже подготовиться и создать хоть какую-то конкуренцию команде Японии в этом же году. Ну, не знаю, я, может быть, не так оптимистичен в прогнозах на этот сезон. Ну, безусловно, будут тянуться. И у японок еще, конечно, есть преимущества. Очень близкие такие физические данные. И, соответственно, вот они скатались так вот за последние 3-4 сезона. Очень здорово. Практически в одном составе. Итак, Япония, Голландия, Россия. Призеры в женской гонке, преследовании. Ну, и мы теперь уже возвращаемся в режим лайф. Здесь белорусская сборная выходит. Так же, как итальянская команда бегут в одиночестве. Да, на старт. У девочки имеют итальянскую команду. Просто вот я смотрю даже на сайт, который должен работать в режиме лайф на сайт Международного союза конькобежцев. Там белорусской команды нет вовсе. То ли они заявились буквально в последний момент. Ну, понятно, что Виталий Михайлов здесь лидер белорусской сборной. И он здесь будет большую часть вести, как самый опытный. Ну, и молодые ребята. Ну, вот приятно, что я бы отметил прогресс белорусской сборной. То, что молодые ребята появляются каждый год. Последние 2-3 сезона. И я думаю, что немалой степени тому способствует и то, что вот несколько лет назад был в Минске открыт замечательный крытый каток. На котором уже прошел и чемпионат Европы в многоборье. А в прошлом сезоне там был финал Кубка мира. Так что мы ждем и дальше, что белорусская сборная будет прогрессировать. Эти молодые ребята, какие-то такие натюк, кирпичник, который бежит здесь. Что они в скором времени и в личных дисциплинах будут очень и очень солидно выглядеть. Хочется отметить, что Виталий Михайлов в этом году очень многое провел с нашей командой в плане подготовки на сборах. Приезжал. Все-таки тяжело готовиться с более молодыми ребятами. Искал более сильную команду. И поэтому очень много времени провел здесь, в Москве, в Коломне. Ну, я думаю, что скоро у него будет хороший спарринг-партнер и на национальном уровне. Ну, и судя по тому, что мы слышим с арены, пока тренеры достаточно хорошо оценивают бег белорусской сборной. Я просто не успел. Я так не ожидал увидеть белорусов, что даже посмотрел состав. Не ожидали. Да, ну, еще раз повторюсь, вот я сейчас открываю режим страничку лайф, протокол, и там нет белорусской сборки. Там, правда, весь протокол почему-то сразу, ну, то ли это опечатка какая-то, а весь протокол начинается сразу со второй пары, в которой побегут команды Китая и Казахстан. Ну, а вот белорусов как-то, в общем, считают, что ноту протеста. Никакобежного надо заявить по этому поводу. Ну, сейчас появятся, когда они уже в окончательном протоколе тогда здесь. Вот там Виталия Михайлову и Андрей Крпичников. Мы видим. Сейчас Виталий вышел, я так понимаю, уже финишировать. Ну, да. Видно, как ребята уже подустали. Как бы они сейчас не потеряли одного своего партнера. Все, отстал все-таки. Да, Алексей Крпичников. Надо было все-таки хоть кому-то немножко подстраховать, ловить его. Подтолкнуть немного партнера по команде. Все равно, потому что засекается время по-последнему. Первый ориентир у нас. Да, 3-54-12. Ну, конечно. Ну, слабенький, на самом деле, результат пока. И даже как ориентировать, использовать. Я думаю, мы увидим намного выше результата. Из 3-50, ближе к 3-40, даже 3-40 с копеечкой. Я думаю, покажут последующие команды. Ну, что касается рекорда катка, в этой дисциплине он голландцам принадлежит. 3-43-68. Свен Крамер, Дауде Фрис и Ваутер Эдде Хоббел. Также на этапе Кубка мира 2014 года этот ориентир установили. Ну, все равно надо пожелать ребятам белорусским удачи и дальнейшего прогресса. Ну, а сейчас мы видим китайскую команду. Йемин Лю, Али Масай Каханбай и Десотер Терсунган. Терсунган как раз в этой позиции был крупным планом сейчас. Каханбай и Йемин Лю. Ну, тоже достаточно молодая команда, 95-97 годов рождения. Ну, и казахская сборная тоже с большими, скажем так, изменениями в составе. Ну, я имею в виду всю казахскую команду. Вот тоже новый олимпийский цикл начинают молодыми ребятами. Демьян Гаврилов, Дмитрий Морозов и Виталий Щеголев, вернее, сейчас вышли на старт. В заявке был еще Максим Баклашкин, некогда выступавший под российским флагом, опытный инкобежец 88-го года рождения. Ну, вот действительно решили старт на молодых сделать. Гаврилов 97-го года рождения, Морозов 96-го, Щеголев 97-го. Ну, и у всех у них тоже, в общем, достаточно ровные результаты в районе 1,50 на полуторке. У китайцев выделяется, наверное, Али Масайк Ханбай, хоть он и 97-го года, он самый молодой в китайской сборной, но у него уже в этом сезоне на полуторке есть 1,48. И, в общем-то, неплохие результаты на 3-5 километрах. Я думаю, обе команды все-таки работают с прицелом на Олимпиаду, да, поэтому сейчас это только начало, можно сказать, такой подготовки серьезной. И чтобы команды все скатались в один, в единый организм, чтобы, я думаю, от старта к старту ребята все будут прибавлять. Ну, вот любопытно, конечно, ведь на тренировках так много как раз делается, я имею в виду, даже когда личные тренировки проводятся, все равно работа таким поездом, караваном идет постоянно. И почему возникают вот такие сложности в удержании скорости в работе втроем во время соревнований, как вот сейчас мы опять же видим? В общем, проблемные вот сейчас места, грубо говоря, была смена лидерства, и вот на смене такая ошибка, партнер один уходит, один член команды уходит чуть-чуть в сторону далеко и не успевает сесть за командой. Это вот тоже моменты такие технические, которые, в принципе, на тренировке, они вроде как проходят легко, но соревнование, показатель такой. Ну, вряд ли, ну, для казахской сборной, наверное, можно говорить об определенном волнении, потому что, насколько я понимаю, все трое, Гаврилов, Морозов и Щеголев, все трое дебютируют на этапах Кубка мира. Что касается китайцев, то, несмотря на то, что, как мы уже тоже сказали, что это молодые ребята, но они в прошлом году уже бегали за китайскую сборную. Ну, правда, больших лавров китайцы в прошлом году на этапах Кубка мира не снискали, 11-й они в Кубке мира в общем зачете, в шестерку сильнейших, да, ни на одном из этапов Кубка мира не смогли забежать. Но к Китаю мы относимся с особым трепетом, потому что знаем, как китайцы умеют работать и как умеют прибавлять достаточно неожиданно. Я думаю, что сейчас особенно будет серьезное финансирование китайской сборной в зимних видах спорта с точки зрения подготовки к Олимпиаде. А не забываем, что конькобежный спорт самый медалиемкий сейчас среди зимних. Сравнялся он с лыжным спортом по количеству разыгрываемых медалей олимпийских. Ну и в общем, конечно, без него серьезных успехов в командном зачете олимпийском добиться невозможно. Но казахи обыгрывают белорусов, обыгрывают и китайцев. Хотя видно, ребятам, конечно, все равно с трудом дается уже финиш, подустали. Ну, на то он и финиш, чтобы не быть легким. Согласен, согласен полностью. Ну вот, да, последний круг все-таки получше. А посмотри, китайцы-то почти догнали, да, так много, казалось бы, проигрывали, там, порядка двух секунд проигрывали казахам. В итоге проиграли, ну, чуть больше полсекунды. То есть, в общем, у них график тоже очень хороший, да, практически удержали последний круг, 29,3 китайцы. Хоть мы их и не видели, основное внимание телевизионных камер было сосредоточено на лидирующей в этой паре казахской команде. Но, тем не менее, китайцам все равно надо поставить положительную оценку за вот этот бег. Интересно, что в протоколе по-прежнему нет с белорусской сборной. То есть, первый результат у казахов стоит, третий у китайцев, а второго результата белорусской команды до сих пор нет в протоколах. Может быть, какая-то все-таки, не знаю, системная ошибка случилась? Или, правда, команда Белоруссии, может быть, приехала поздновато? Нет, может быть, ну, в теории я могу предположить такой вариант, что они чуть позже, там, в нужном времени подали заявку. Им в качестве, скажем так, исключения разрешили стартовать, но не включили в протокол. Ну, бог, с ним разберемся. Сейчас польская и российская команды на старте. Румянцев, Семеряков и Трофимов. В заявке числался еще и Руслан Захаров. Ну, учитывая то, что Руслан Захаров сегодня бежал в масс-старт, в полуфинал масс-старта, я думаю, что важнее для него, конечно, эта дисциплина. Ну и польскую сборную назовем. Ну, тоже, в общем, тут смена поколений идет. Вот, Адриан Вилгетт, еще более-менее знакомый нам персонаж. А вот два других, Марцин Баханик и Патрик Войчик, это, в общем, новые лица. Хотя Войчик, Войчику 28 лет. Ну, в общем, самые скромные, наверное, у него из этой тройки результаты. На полуторке в этом сезоне 1,52 он только показал. Ну, впрочем, и Марцин Баханик 1,50 только имеет на полуторке. Ну, а что касается нашей команды, то, в общем, она сразу, скажем, построена с прицелом прежде всего на длинные дистанции. И на полуторке, ну, самый лучший результат у Сережи Трофимова. Он даже и был призером сейчас отборочных чемпионатов. Ну, а Саша Румянцев опытнейший наш и лучший стайр. Данила Семеряков тянется за ним и замечательно в этой группе с Сашей тренируется и работает. Стоит отметить, я уж, извиняюсь, перебью. Да, ребята тренируются под руководством Сивкова. Вот, многоборский такой коллектив, очень слаженный, хороший. И, на самом деле, все ребята очень хорошо прибавляют их как в техническом плане, так и в результатах. Поэтому приятно наблюдать, как... В этой паре, конечно, сейчас российская команда, я думаю, без... Ну, безоговорочно. Безоговорочно, хворит, да. Забеги. Да, я думаю, что, в общем, наверное, и единственная из первой части протокола, кто реально претендует на место в шестерке. И давно, в общем-то, у нас не было хорошей команды в гонке-преследовании, хотя это олимпийская дисциплина. Но вот и в Сочи-то отобрались, можно сказать так, практически по национальному признаку. А на Олимпиаду в Хеншкан, ну, забудем, как бы, вот эти все приключения. Да, но даже по спортивному принципу наши не отобрались. Они были только в десятыми на первых трех этапах Кубка Мира. Хотя был хороший результат в Хеленвине, в шестерке сильнейших мы были. Но затем падение, если я правильно помню, в Калгаре, по-моему, Данила Семерякова, где-то в самом начале станции. Да, 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 там Данила упала у нас. Да, и не стали почему-то добегать, хотя зря не стали добегать. Могли бы, в общем, на самом деле побороться за место в восьмерке. Но я думаю, что вот новый Олимпийский цикл. Начинаем с новыми надеждами и с новыми прицелами. Я думаю, что здорово, что Сережа Трофимов, хотя он не тренируется в группе Севкова, присоединился к этой команде. Он тоже может... Он тут, по-моему, он тоже. А, он сейчас в этом году. В этом году, в этом сезоне он прямо с ними готовится тоже. Поэтому я говорю, они прямо все вместе. Здорово. Мы видим хороший график. Ну, 26-8, 26-9 были предыдущие. Круги сейчас 27-5. Но все равно, в общем, это очень хороший график. Ровный график. Видим поляков уже на одной прямой. Ну, еще бы Круг и, наверное, как японки немок обогнали бы. Ребята пытаются, очень-очень пытаются догнать поляков. Ну, и, в общем-то, где-то на результат в районе 3.40 бегут. Очень-очень хороший. Очень достойный результат. Да, 3.41-26. 3.41-26. Это рекорд катка. 3.43-68 бегал Крамер Дефрис и Деховел в 2014 году. Да, и, в общем, вполне заслуженно. Данил Семеряков так палец вверх поднял. Конечно, у Дани было огорчение в прошлом сезоне на чемпионате мира многоборном. Когда его, в общем, ну, честно скажу, дисквалифицировали на десятке, но, по-моему, не заслужили. Ну, и, да, рекорд катка. Ринг-рекорд 3.41-26 в исполнении российской сборной. Но, не знаю, удастся ли удержать этот рекорд. Потому что очень серьезные соперники следом побегут. Но, тем не менее, в общем, результат такой, с которым можно, в принципе, даже и в тройку призеров забраться. Это было бы просто здорово для нашей мужской команды. Результат очень хороший, поэтому понаблюдаем теперь за оставшимися командами. Да, ну, и еще раз повторимся. Очень хороший график. И последний круг получился, что 27,7. Тоже, в общем, вполне себе достойно. То есть, 27,5-27,7. Два последних круга. Ну, а что касается следующих участников. Сборная Канады. Сейчас на ваших экранах тоже сменили комбинезоны. Ну, и понятно, что Тед Ян Блумен, привлекая всего больше всего внимания. Джордан Белкас и дебютант Антон Желинс Беалё. В составе парень 92-го года рождения. В этом сезоне 1,4537 показано. Марсель Боскер, Дауде Фрис и Крис Хьюзинга в составе голландской сборной. Симонус Хаутена решили поберечь. Он тоже, как и Руслан Захаров, бежал в мастарт. Ну, Крис Хьюзинга тоже молодой парень. Как раз, по-моему, за счет мастарта отобрался он в состав голландской сборной. Имеем 97-го года рождения. Парень тоже заметным был персонажем среди юниоров. Но, конечно же, главная звездочка сейчас в этой команде – это Марсель Боскер. Призер, бронзовый призер чемпионата мира многоборного, который проходил в Амстердаме на открытом катке. Но, понятно, все внимание, конечно, к Теду Яну Блумену. Тоже очень интересно посмотреть, в какой он форме и насколько он сможет канадцев вытащить. Вот любопытна, конечно, эволюция канадской сборной. Потому что, когда, скажем так, был в прекрасной форме Дэнни Моррисон, были еще ребята средневеки, то канадцы бежали в командную гонку преследования, скажем так, от полуторки. Да, сейчас больше как раз Тед Ян Блумен, Джордан Белкес – это ребята больше со стаерским уклоном. И у них, конечно, не самый быстрый старт, но с возможностью прибавить в концовку. То есть, конечно, и тактику определяет, естественно, набор исполнителей. Пока вот видим, что ребята проигрывают нашей команде. Ну, 7-тысячных – это, конечно, несерьезно. Это можно сказать, что и вровень идут. Да и канадцы, то, что проигрывают полсекунды – это несерьезно, скажем так. Тут, наверное, важно первые круги. Тем более, что у ребят, в отличие от девчонок, не 6, а 8 кругов в этой дисциплине. Поэтому здесь, наверное, первые полтора-два круга – это вот вработаться и такой хороший ритм поймать, чтобы всем троим было комфортно вот на первых кругах. Здесь, наверное, не увидим вот таких рывков, как были у японок на первых. Думаю, такого не получится. Да, но отметим, что вот были сотые секунды отставания от нашей сборной. А теперь посмотрите. Отставание растет. Отставание растет. И уже канадцы проигрывают так достаточно солидно. Секунды и семь десятых. Да, наверное, Блюмен на последнем круге потащит ребят. Но как с этим темпом Антуана Желина справится, я пока не знаю. Очень хорошую, судя по всему, середину. Дистанции наши провели. Сумели вот хороший ритм держать по там из 27 секунд. Что пока не очень получается у канадцев и голландцев. Нет, на самом деле, правда, хочется очень отметить хороший результат. Наши ребята давно не показывали тоже такое время. Тем более на катках, на низких катках, так сказать. Ну, на равных катках, да. Ну вот голландцы чуть-чуть прибавили. А канадцы все-таки... Да, но все равно это результаты на уровне скорости... По скорости не выигрывают много. 27,5. И у наших ребят 27,5 был предпоследний круг. Поэтому... В общем... Голландцам еще надо очень постараться. Они проиграют наши. Да. Уже секунда за полкруга. Это не отыграть. Ну что... Это очень серьезно. Ну, понятно, что у голландцев экспериментальный состав. Но, тем не менее, посмотри. Последний круг-то 28 секунд голландцы выдали. Пока наши показали намного лучше играть. Более ровный. Да, да. Ну вот не случайно друг друга поздравляют. И в прекрасном настроении. И Саша Румянцев, и Данила Семеряков, и... Соответственно, Сережа Трофимов. Ну что... Кто сможет побить этот результат? Наверное, самое главное внимание будет к норвежцам и итальянцам, которые побегут в последней паре. Которые в прошлом году спорили за Кубок мира. Достался он в итоге сборной Норвегии. Да, я думаю, конечно, все решится в последней паре. Потому что Япония скорее... Ну, если только предподнесут какой-то очень интересный сюрприз. Да, да, Дефрис опытнейший 36-летний голландец. Который очень тоже спрогрессировал. Но когда о длинных дистанциях будем говорить, отметим его результаты. Он, в общем-то, достаточно неожиданно обновил свои личные рекорды. И есть такой вот сайт, известный конькобежным статистикам Адельс Календарь. Он ведет такой рейтинг, складывая все личные рекорды в конькобежцах на личных дистанциях. Вот Дауде Фрис, благодаря тому, что на национальном отборе пару личных рекордов обновил, он на 25-е место за всю историю конькобежного спорта поднялся. Ну, отдельно, конечно, надо будет поговорить о Патрике Рюсте, который на 11-е место вскочил. Ну, а пока у нас на старте японцы и корейцы. Ну, что касается корейской сборной, тут придется, конечно, привыкать к отсутствию двукратного олимпийского чемпиона Сен Хун Ли. Хотя, вроде бы, он и не говорил о завершении своей карьеры. Но тут летом всплыла очень такая неприятная история. Заговорили о том, что он, ну, как он говорит, отвешивал дружеские подзатыльники своим ребятам, своим напарникам по команде. А, в общем, в других версиях, что не сбивал молодых ребят по корейской сборной. Причем несколько сразу эпизодов ему вменяются там в 11-м, 13-м и 16-м годах. Но, как-то, в общем, так возникла эта тема где-то в мае, в июне. И потом утихло. То есть я вот продолжение этой темы в новостях так и не нашел. Но Сен Хун Ли не было на национальном отборе. И, соответственно, в общем, и в этом сезоне мы его не видим. И вот Джи Ван Чун, который, ну, сейчас, по сути, становится лидером этой корейской сборной. Молодой парнишка, совсем 17 лет. Он в прошлом году только появился в корейской сборной. И пробился, отобрался на Олимпиаду. И был, в общем, как раз тем человеком, который помог Сен Хун Ли выиграть в масс-старте золото. Потому что он так на него очень хорошо по ходу дистанции поработал. Он-то тогда после олимпийского забега говорил, что, ну, он, в принципе, нам по возрасту как отец. Но он так добр, так заботлив, что он, по сути, нам брат. Это вот почти дословная цитата Джи Ван Чуна. А потом, через два месяца выяснилось, что, в общем, этот брат, старший брат-папа так наказывал физически своих партнеров по команде. Ну, вот такая вот история бывает тоже. Поэтому, ну, вы простите, что я немножко отвлек вас от забега. Но я думаю, что такую новость нельзя было мне рассказать. А японцы, я думаю, я тебя тоже этой новостью так сразил. Я просто не слышал. Выбил из галии. Не слышал я такие новости. Но добавляют, могут, конечно, все, что угодно в наши СМИ преподать. Это не наши, это корейские. Корейские. Ну, там, на самом деле, в общем, в корейской сборной это не новость, скажем так. Потому что и от специалистов шортрека что-то похожее доводилось отдаленно слышать. Но в корейской сборной был еще эпизод за несколько месяцев до Олимпиады, когда президент Кореи приехал проведать, скажем так, конькобежную сборную корейскую, шортрековую сборную корейскую. Нет, конькобежную. Конькобежную. Да, выяснилось, что там и тренеры такими физическими наказаниями увлекаются. И несколько тренеров, кстати, перед Олимпиадой были уволены тогда со скандалом. Но корейцы терпят из последнего. Они, конечно, много проигрывают в отсутствии своего лидера. Последние круги, вы видите, совсем не удается корейцам. Японцы бегут поровнее, но у них и состав, в общем, тоже уже такой слетанный. Слетан и Цучи, Чиноэ, Шейн Вильямсон. В общем, это все те ребята, которые несколько сезонов уже работают в команде практически постоянно. Дебютантам Усахито Абаяши в заявку включили. Но все равно, посмотрите. А, кстати, японцы за счет последнего круга обыграли канадцев. Да. 3-43-18. Ну что, медаль у нас уже есть. Медаль уже есть. Главное, какого достоинства теперь. Да, да. Я тут сейчас вспоминаю этап Кубка мира в Москве в 2011 году. Но по какому поводу вспоминаю, пока раньше времени говорить не будет. Заинтриговал ты сегодня уже телезрителей. Ну, внимательнее. Те, кто следят за конькобежной статистикой, они, я думаю, что догадались, о чем я говорю. Последняя победа российской сборной на этапе Кубка мира в этой дисциплине была как раз тогда. Ну что, японцы пока третьи. Японцы пока третьи. Японцы 5 сотых всего лишь выиграли у сборной Канады. Ну, тем не менее. Это очень... Нет. 5 сотых. Секунду и 5 сотых. А, секунду и 5 сотых. Да, у японцев 3-43, а у канадцев 3-44, да. Ну, понятно, Дима, тебе... Ты как спринтер смотришь только на сотые. Кстати, теперь придется смотреть и на тысячные. Педерсон, Нильсон и Бока. В составе норвежской команды. Ну, и у итальянцев Андреа Джованнини, Микеле Мальфатти и Франческо Бетти. Еще один дебютант итальянской сборной. Ну, и в заявке сразу два, на самом деле, было дебютанта. Вместе Джованнини и Мальфатти. Франческо Бетти 2000 года. 18 лет ему. Но, тем не менее, уже в этом сезоне 1,4888 он имеет. И также в заявке был чуть более опытный, на 6 лет постарше, 24-летний Олесио Тринтини. 1,4947. Ну, вот я не вспомню. По-моему, Тринтини тоже дебютирует на этапах Кубка Мира. Не помню тоже Тринтини в прошлом. Да. Ну, что касается норвежцев. Ну, норвежцы, конечно, так, в общем, достаточно неожиданно. Но за последние полтора-два сезона, за предыдущие полтора-два сезона выстроили тоже очень-очень хорошую команду, которая, ну, уже позапрошлым году начала показывать серьезные результаты. Ну, и, конечно, горшина прошлый сезон, и Олимпийские игры, и победы в Кубке Мира. Надо, итальянцы немножко более так спокойнее начали. Ну, они стремно начали, да. Ну, и мы знаем, что и Джованнини, и Мальпати, которые, безусловно, задают тон. Вот сейчас Андреа Джованнини лидирует в забеге. Они, конечно, наверное, все-таки, хоть и бегают достаточно часто полуторку, но все-таки они многоборцы, а и со стаевским, скажем так, уклоном. Поэтому, в общем, совершенно неудивительно, что итальянцы планируют раскручиваться ближе к финишу. Но норвежцы уверенно начали, уверенно идут. Ну, да, посмотрите, как раз, опять же, в середине дистанции вот наши дали такой хороший темп, что и голландцы, и сумели его потом удержать до конца. И голландцы им на этом этапе начали проигрывать, и норвежцы, посмотри, на 1-2 десятых проигрывают. Ребята наши с надеждой смотрят, наблюдают уже за этим забегом. Ну, правильно, конечно. Конечно, конечно. Вот, отставание начало расти, даже и норвежцы, и итальянцы. Все равно отставание растет. Да, Ховард Бок сейчас вышел в ливиры, но посмотрите, уже секунду. И 17 сотых проигрывают норвежцы графику бега российской команды. Итальянцы уже на 4 с лишним секунды отстали. Чуть-чуть прибавляют. Ну, что, еще два круга бежать. Секунду надо отыгрывать норвежцы. Сумеет. Ну, понятно, что тренеры подсказывают, но это вот секунда, посмотрите, она секунду и держится. Она держится. Да, то есть кардинальным образом относительно графика российской сборной не могут прибавить норвежцы. Итальянцы отстают. Да, итальянцев можно вычеркнуть. Да, секунда за круг. И норвежцы сейчас на третьей позиции, то есть они голландцам проигрывают. Ну, немножко Франческо Бетти тут помучился в повороте. Ну, нет, я думаю, можно поздравить наших ребят. Молодцы. Блестяще. Это все-таки результат достойный, хороший и с первой победой всех наших. Да. Да, здорово. Поздравляем, поздравляем наших ребят. Ну, вот 30 января 2011 года Иван Скобрев, Павел Байнов и Саша Румянцев тогда в Крылацком проходил этап Кубка Мира. Выиграли командную гонку преследования. С тех пор побед на этапах Кубка Мира мы не знали в этой дисциплине. И вот, соответственно, посчитайте сами, почти 8 лет прошло, и можно поздравить с еще одной победой. И вот первая медаль в этой дисциплине. Девушки наши принесли первую медаль в этом сезоне на этапах Кубка Мира бронзу. Ну, а то, что ребята выиграют, я бы сказал, даже это просто сенсация. В сегодняшний день, да, это большая сенсация. Ребят и команду просто хочется поздравить. Это великолепный результат. То есть мы говорили о том, что наши здорово пробежали, но как бы не понимали еще, насколько здорово. Сейчас, ну, уточняют, видимо, когда на допинг-контроль, когда какие-то еще протоколы надо исполнить. Ну, что ж, очень-очень здорово. Просто остается порадоваться за ребят. Ну, понятно, что и для Сережи Трофимова, и для Данилы Семерякова это первое их золото на этапах Кубка Мира. Ну, Румянцев, соответственно, ну, он был и призером в личных дисциплинах, ну, а здесь... В командной гонке для него тоже. В командной гонке, да, повторил свой успех 2011 года. Ну, и посмотрите, в общем, нельзя сказать случайно, да, потому что, во-первых, график шикарный, во-вторых, секунду привезли голландцам. Пусть даже у голландцев был экспериментальный состав. Но у норвежцев-то был абсолютно боевой состав. И Педерсон, и Нильсон, и Бокко. То есть тот состав, который блистал и на Олимпийских играх. Ну, понятно, может быть, начало сезона, там еще какие-то оговорки. Тем не менее, сборная России выигрывает командную гонку преследований. Первое золото в первые же дни этапа Кубка Мира. У нас есть, ну, через несколько минут состоится церемония награждения. Ну, и мы ее обязательно посмотрим уже перед тем, как сосредоточиться на забегах девушек на дистанции 500 метров. Ну что ж, мы возвращаемся в прямую трансляцию, в Абихира. И, ну, просто подбираем, подбираем огромное количество восклицательных выражений. И поздравляем нашу команду с победой в командной гонке преследований. Это главная сенсация. Что бы ни случилось в забегах на 500 метров у девушек, это можно уже однозначно говорить. Главное, сенсация дня. То, что наши сумели выиграть. И оставили голландцев всего лишь с серебром. Да, у Де Фриса, Марселя Боскера и Криса Хьюзинга. Ну, для Криса Хьюзинга, вот он в серединке сейчас ему букетик вручили. Это, конечно, может быть и успех. Боскер, да, у Де Фриса, наверное, не так давно. И вот замечательный момент церемонии награждения. И за первое место вручают медали нашей команде Сережа Трофимов, Саша Румянцев и Данила Семеряков. Вот такое замечательное наше трио. Еще раз повторимся, почти 8 лет наша сборная не знала успеха в этой дисциплине, не знала побед. Я думаю, что приятно сегодня, сейчас и Ване Скобреву вспомнить те минуты, тот год, те выступления, когда Сашей Румянцевым и Павлом Байновым победили, ну и Павлу Байновым, безусловно. Ну, а Александр второй раз переживает вот эти приятные эмоции. Если вот просто вернуться, например, в 2011 году, тогда все-таки самым бессменным лидером был Иван, который тянул за собой ребят, а сейчас команда ровно пошла дистанцию, и нельзя кого-то выделить. Вот это очень приятно. Ну, можно, наверное, все-таки выделить Сашу Румянцева как самого опытного и обладающего самыми высокими результатами на длинных дистанциях. И именно как раз его бег на последних двух кругах позволил команде сохранить вот эту скорость, удержать ее до самого конца. Но, конечно, нельзя не отметить и Сережу Трофимову, который вначале очень хороший темп задал и сумел тоже усидеть в этой команде. И Данилу Семерякову, ну и, конечно, Виктора Саныча Сивкова. Вот он тоже один из главных героев дня. Конечно же, он тоже должен быть на праздничной фотографии. Это, безусловно, поздравляем и замечательного тренера, и замечательных ребят с этим успехом. И они рекордсмены катка в Абихиро, ну, как минимум на несколько лет, потому что когда еще Кубок Мира заглянет в этот японский город, на этот японский каток? Я думаю, все-таки ближе к Олимпиаде, скорее всего, будут проводить. Ну, в Японии просто есть еще катки, мы не забудем, что есть каток в Нагана. Ну, то, что здесь два этапа Кубка Мира в Японии проходят, это, в общем, в какой-то степени случайность, потому что, ну, на самом деле, изначальный график должен был быть другим. Стартовать должны были, первый этап должен был пройти в Китае, в Харбине, а потом в Абихиро, второй этап. Но китайцы тут обиделись за какие-то прошлогодние дисквалификации в шортреке, обиделись на весь Международный союз конькобежцев, поэтому и серия Гран-при по фигурному катанию не заглянула в Китай. В общем, там конфликт определенный между Китаем и Международным союзом конькобежцев. И шортрекового этапа в Китае не будет, ну, и вот, соответственно... Пришлось резко менять. Менять, да, изменили, и вот поэтому решили вспомнить, что есть такой древний каток в Тамакамайе, но мы его на следующей неделе полностью оценим. Ну, а сейчас видим мы стартовый протокол у девушек на дистанции 500 метров. И здесь нельзя не вспомнить о том, что забеги в группе Б, ну, на Укадайру, естественно, нам как главного фаворита показывают. Нельзя не упомянуть о том, что в группе Б сумела выиграть Ольга Фаткулина. Да, Оля, ну, может быть, немножечко непривычно Ольгу Фаткулину видеть в группе Б, но... Я, правда, тоже немножко не понял, почему все-таки в группу Б она попала? А я думаю, что просто потому, что она была третьей на национальном отборе на этой дистанции. А, сейчас, да, сейчас. И, соответственно, у нас было два места, то есть по спортивному принципу, у нас было два места в группе сильнейших, которые как раз достались Дарье Качановой и, соответственно, Ангелине Голиковой. Ну, я думаю, Оля... А Оля, ну, она как победила? Ну, завтра мы ее уже, по идее, должны увидеть в первой группе. Ну, и, кстати, отметим, что теперь даже выгодно с точки зрения очков. То есть разница, если в прошлом году при этой системе, когда 100 очков получал победитель в группе А, победитель в группе Б получал лишь 25, то теперь победитель в группе Б получает 20 очков, что при 60 у победителя в группе А. То есть, ну, и отметим, там вторая позиция Кати Шиховой. Ну, не знаю, Катя будет бежать завтра в группе сильнейших, или для нее 500-ка была так разбегаться. Ну, и Анастасия Коркина в десятке в группе Б, 39-434. В общем, это хорошее время. Здесь у нас стартовали в первой паре Габриэль Хирш-Бихлер и Зинь-Джу-Дзинь, Китаянка, ну, у Дзинь 40-27 в этом сезоне, 39-05 личный. Ну, а Габриэль Хирш-Бихлер мы прекрасно знаем. Но посмотрите, как много немка проигрывает здесь Китаянке. 38-81, Китаянка бьет личный рекорд. При том, что в марте этого года, в конце прошлого сезона, соответственно, она бежала 39-05, но это было на высоте 1700 метров в Урумчи. И здесь вот так вот она сезон начинает, по-моему, в августе или в сентябре пробежала 40-27 в Хиренвейне на равнином катке, а здесь бежит из 39 секунд. Хотя нельзя назвать ее молодой спортсменкой, ей 26 лет уже. Но вот Дзинь-Дзинь так себя проявила в первой же паре. Жюйнин Тянь, еще одна Китаянка, ну, которую мы все-таки побольше видели на этапах Кубка Мира, и Хьюн Юн Ким, ее соперница. Жюйнин Тянь, ну вот вы видите личные рекорды, а я скажу о том, что личные достижения в этом сезоне у обеих одинаковые. 39-19, только Жюйнин Тянь бежала это время в Калгари, а Хьюн Юн Ким в Сеуле. Хотя, в общем-то, эта разница на самом деле очень существенная. Ну, я на самом деле боюсь, что, может быть, у меня ошибка большая есть девушка в этом протоколе. Поэтому, ну, давайте посмотрим. Хьюн Юн Ким ровненько разгоняется. Да, ну, у нее уже, в общем-то, тоже, как и у Жюйнин Тянь, достаточно большой опыт выступлений. Сейчас будет, конечно, удавить, как пройдут второй половин дистанции. Все равно девочки почему-то очень мало используют спину друг друга на переходной прямой. Ну, здесь просто был большой достаточно разрыв. Ну, кореянка, мы видим, круг-то почище прошла. Больше она выкатывается, чище работает ее техника. И 38-44. Хьюн Юн Ким, ну, все-таки до личного рекорда далеко. Но у них, у обеих, личные рекорды из Солт-Эк-Сити с декабря 2017 года. Что касается рекорда катка, то он принадлежит Нао Кадайре. В сентябре 2017 года, видимо, какие-то контрольные старты были, японка пробежала 37-23. Представьте себе, что вот она, так она начинала прошлый сезон, который триумфально для нее абсолютно закончился. И Кубок мира, и Олимпийское золото. Но 37-23 в сентябре месяце на равнине бежала уже Нао Кадайре. Мин Су Ким в прошлом, нет, да, в позапрошлом даже еще сезоне появилась она в корейской сборной. Юниорка тогда еще с очень интересной техникой. Ну и Хеги Бока. Хеги, я хочу сказать, что, да, у нее есть достаточно высокие 37-43. Но в этом, мы больше все-таки говорим о ней как специалисты на тысячу, но в этом сезоне она очень много работала именно над стартовыми отрезками. И даже у нее, если посмотреть с протоколы, есть результаты на 100 и на 200 метров. Не характерные для конькобежного спорта дистанции. На самом деле 100 и 200. Нет, ну не 200, конечно, 100 метров раньше все-таки проводились, даже Кубки мира проводились на 100 метров. Но сейчас это все уже неофициально, в основном только 500 метровки отсекаются, рекорды. Ну вот проигрывают они, да. По-прежнему же Нин Тянь, и Хюн Юн Ким остается, да, лидером. На самом деле девочки сейчас слабо и разбег показали его. Разгонялись они и побыстрее. Еще раз приблизились. Ну, что касается разбега, конечно, ну, Хеги Бока, наверное, не должна была высокого результата на разбеге показывать. Что касается Мин Сук Ким, ну, ее личный рекорд-то чуть поскромнее даже, чем у Хеги. А ты взятого почему-то всегда все равно ждешь очень быстрого разгона, даже если они круг проходят медленнее. Но разгон, они всегда выделяются очень сильно. Ну, это к японкам. Ну, вот, кстати, Канами Сога. Раз уж мы заговорили о японках, Канами Сога тоже, в общем, новое достаточно лицо в японской сборной. Ну, она была уже на этапах Кубка мира, она не дебютантка, но в основном в группе Б, если появлялась. 37.95, да, ее личный рекорд из Солклейка. У Хизер Маклин есть в активе результат даже 37.29. Ну, вот как раз японка сейчас фальстарт допустила. В этом сезоне Хизер 38.54 пробежала в Калгари, 38.67 в Сога пробежала в Нагана. То есть, в общем-то, вот исходя из результатов этого сезона, я бы все-таки сказал, что больше шансов у Соги в этой паре. В данном случае она бежит все-таки по большой дорожке, если при даже одинаковом разгоне все-таки она выходит в спину соперниц. То есть, если... Ну, да, ну надо уцепиться за эту спину. Просто Хизер, она как раз взрывной персонаж, она может достаточно много именно на разбеге выиграть и малым поворотом уйти так, что до ее спины, ну, только если взглядом пытаться тянуться, будет японке. Ну, посмотрим, может быть, что-то новое мы увидим еще. Да, посмотри, посмотри, как Сога-то работает. Да, мы говорили, что Хизер Маклин очень здорово работает разбег, а вот разбег от Канами Соги. Вот это уже разгончики. Ну, да, наверное, такая Кадайра-то может и за 10.3 разогнаться, но тем не менее... 10.5 это уже достойный разгон. Ну, вот здесь уже видно, что она прям съела ее на переходной прямой. Да, и чисто отработала малый поворот. И хорошо набегает на финиш. Антон, результат только второй. Да. Круг все-таки не очень хороший получился. Интересно, почему. В общем, не было здесь, как вот я сейчас больше знаю, Маклин смотрел, что уже не было входа в ворот, она, по сути, по прямой туда входит. Какого-то такого серьезного технического брака мы не увидели, но тем не менее результаты скромные. Ну, и в своем стиле выступает сайт Международного союза конькобежцев, который страничку лайф завис и не показывает. Но мы все равно все видим с вами и следим. Следи. Летиция Де Йонг вместе с Екатериной Айдовой. Ну, что, хочется верить, что Катя все свои болячки, которые ее последние несколько сезонов так, в общем, серьезно преследовали, залечила. Что касается Летиции Де Йонг, свой лучший результат в этом сезоне она показала как раз тогда, когда выиграла в забеге на национальном отборе 38-48. Это было 3-4 ноября в Херенвейне. Ну, и, естественно, 38-07 она в карьере. Ну, у Екатерины личный результат гораздо выше. Ну, вот посмотрите. Ровненько, ровненько. Да, ровненько. Ну, с преимуществом Катя выходит и... Нет, накатывает. Да. На последнее. Результаты скромненькие все равно. Шестое и восьмое место. Круг слабенько прошли. Затянутая очень переходочка получилась у обеих девочек. Ну, и Летиция тоже не очень довольна. Ну, женский голландский спринт все-таки не так хорош, как мужской. Поэтому вот лидер голландской сборной, ну, может быть, 19-летняя Ютель Эрдам что-то изменит в наших представлениях. Мы на нее через одну пару посмотрим. В общем, конечно, на дистанции 500 метров, там, по сути, так серьезно претендовать на что-то японки не могут. Ну, вот Хьюн Юн Ким по-прежнему остается лидером 38-43. И Канами Сога вторая 38-49. Вот это главные достижения. Ну, и Эрин Джексон, сюрприз прошлого сезона. Совершенно неожиданно девчонка, придя из роликов, сумела в прошлом году отобраться даже в состав американской сборной на Олимпийские игры. И, несмотря на завершение карьеры Шэнни Дэвиса, по-прежнему в американской сборной есть темнокожий спортсмен, конькобежный сборный. Ну, может быть, она поддержит славу Шэнни Дэвиса со временем, но пока вот чуть-чуть проигрывает Кайлен Эрвайн опытной канатки на старте. И, посмотрите, техника все-таки отличается от чисто конькобежной. Покороче немножечко шаги, что более характерно для... Залужается очень сильно, конечно. Да, что более характерно как раз для бега на роликах. Да, по сути, по прямой вообще бежит. Ну, проиграла, кстати, не так много на самом деле. Ну, 10-я позиция, 39-22. Хотя 38-41 было на национальном отборе в Милуоке у Эрин Джексон. Ну, ей еще многое предстоит выучить в конькобежном спорте. Кайлен Эрвайн здесь в этой паре пока лучше. Но вот сейчас на замедленном повторе посмотрите еще раз, о чем мы как раз говорили. Что нет выката, скажем так, нет практически фазы качения. На самом деле, вот, хочется отметить все ребята, которые приходят из других видов спорта. Да, из таких смежных дисциплин. Да, из роликов, из шортрека. Немножко первые два сезона наблюдается такая тенденция, что вот прям видно, кто из какого вида спорта пришел. Заужение, кто-то не использует это вот маятниковое, вот это вот движение, которое вот с ноги на ногу переходы, все равно сразу же бросается в глаза. Постепенно с опытом уже приходит. Ну, а вот как раз Юта Леердам, ну, пишут ей, что 20 лет, на самом деле 20 лет ей в декабре только исполнится. Пока ей 19, я буду настаивать. Юта Леердам была второй на пятисотке, хотя, в общем, сетовала на то, что ей не удался старт. Здесь ей, кстати, тоже не удался категорически старт. Здесь ей 3. Посмотрите, Маки разогналась, конечно, сейчас очень великолепно. Да, ну, Маки известный боец в японской сборной и, наверное, самый опытный сейчас в спринтерской части японской сборной. Да, наверное, вообще во всей Маку Цюджи самая возрастная. Но, тем не менее, вот не закончила свое выступление на английском цикле, пошла еще на один. И, да, посмотрите, 38.04 вплотную подбирается к рубежу 38 секунд. Хотя, еще раз скажу, что до рекорда катка здесь добраться будет очень и очень непросто. 37.23 у Наук Адайры. Ну, может быть, только сама Наук Адайра. Ну, а что касается Юта Леердам, тоже, в общем, как и в случае с Джо Бьюн, очень много эмоций по поводу дебюта своего на этапах Кубка Мира. Много радости, но пока это не подтверждается высокими результатами. Она пока пятая, 38.66, но 38.37 было у нее в Херене. Ну, и последние три пары. Ну, и вот здесь, скажем, тоже нововведение. Если раньше всех, как бы, по сути, расставляли по ранжиру Кубка Мира спортсменов, то теперь тех, кто попадает вот в последние три пары, шесть человек сильнейших, их будут отдельно жеребить. То есть вот не получится так, что лидер Кубка Мира весь сезон бегает по одной и той же дорожке. И приятно, что с олимпийской чемпионкой на Укадайре стартует Дарья Качанова. Сейчас посмотрим, кому судьи по старту определили. По-моему, Даша, да. Да, показывают белый флажок, белая повязка, внутренняя дорожка у Дарьи Качановой. Ну, Даша, по сути, в общем, в чистом виде дебютантом этого сезона ее нельзя назвать. В прошлом году у нее уже были все-таки крупные международные старты взрослого уровня. Но, по большому счету, это все равно еще такой переходный для нее сезон из юниорского во взрослый возраст. Тем не менее, в общем, хорошие результаты есть уже. 38-20 личный рекорд ее в марте прошлого года в Чанчуне в китайском установила. Ну, на Олимпиаду, понятно, наша сборная не ездила, по сути не ездила, да, были только Голикова и Воронина. И 38-23 вплотную к личному рекорду подобралась Даша в Коломне на отборочном старте. Выиграла, обыграла на 300-е Ангелину Голикову. Проспала, извиняюсь, старт Даши. Ну, она, видимо, не проспала, она, видимо, сидела до последнего, чтобы второй фальстарт не допустить. Тем не менее, посмотри, при том, что она так засиделась, всего 17 сотых проиграть на разгоне самой на Укадайре. Немножечко суетится, вот есть ощущение, что Даша немножко немного лишних движений делает. Желание, желание преобладает. Даша молодец, борется. Ну, а Укадайра все равно может ее к высокому результату повестить в сбой у Кадайры. Хотя это не помешает, мне кажется, ей выиграть. 38-34. Да, ну вот чуть-чуть был, по-моему, небольшой сбой у Даши при уходе на внешнюю дорожку с переходной прямой. Я думаю, может, сейчас повторят нам ошибочки, которые у девочек произошли. Ну, старт очень был хороший. Вот посмотрите на прямой, вот видно, что Даша еще вверх-вниз раскачивается. У нее просто еще сам по себе, у Даши стиль такой. Она что тысячу метров бежит, что любую дистанцию она прям качается. Немножко не хватает, немножко такой жесткости, как есть такое выражение. Так вот, это как раз, наверное, то, над чем можно поработать. Вот нам еще раз показали сбой небольшой у Нау Кадайры. Ну, она, конечно, там десяточку потеряла. Но все равно до рекорда катка не добралась бы даже Нау Кадайра. Ну, я думаю, что Сережа Клевчиня очень хороший, очень опытный уже тренер, ну и прекрасный конькобежец. Ну, какой Сережа Клевчиня тренер, Дима, ты можешь прекрасно сам рассказать, потому что тебе двигалось. Там много можно рассказать, на самом деле. Сергей большой опыт, поэтому я думаю, они все выводы и ошибки, все сделают выводы правильные и исправят все ошибки. Да, Сережа, в общем, показал, что он умеет хорошо работать, и Ангелина Голикова как раз в сборной под его руководством спрогрессировала. Ну, а у нас Миха Токаги Бриттани Боу. Вот Миха Токаги, еще раз повторюсь, чемпионка мира в классическом многоборье, бежит дистанцию 500 метров. И посмотрите, на разгоне не проигрывает Бриттани Боу, обладательница некогда Кубков мира, но рекордов мира на 500-ке не было у Бриттани Боу, но на тысячи, на полуторки она эти рекорды устанавливала. И, ну, Бриттани, конечно, много было тоже проблем со здоровьем в последние два сезона. И на финише Бриттани все-таки выигрывает, но выигрывает совсем чуть-чуть. Посмотрите, выигрывает 6 сотых всего лишь у Миха Токаги. Вот такая подготовка у японской сборной. Ну, я не представляю, что тогда ждать от Миха Токаги завтра-послезавтра на полуторки, на трешки, просто невероятно. Олимпийская чемпионка, еще одна японка, олимпийская чемпионка Хенш-хана. Сейчас Бриттани показала очень интересный финиш. Она еще умудрилась продавить, прям, еще дополнительно продавить даже. Ну, старалась выжить максимум. Она понимала, что догоняет ее напрямую Кадайра, что у Японки хорошая скорость на финише. И, ну, соответственно, старалась. Ну, и вот приятно видеть в шестерке сразу двух наших девочек. В шестерке, которая завершает протокол стартовый Ангелина Голикова. Блестящий, конечно, прогресс в прошлом сезоне. Просто невероятный, там, по паре тройки секунд с личных рекордов на 500 и на 1000 метров она посбрасывала. И она серебро-бронзовый призер прошлого Кубка мира. И первые победы у нее были на этапе Кубка мира. На финале Кубка мира она сумела выиграть. Ну, и ее, наверное, одна из главных соперниц прошлого года. Ванесса Херцег, некий Дебитнер, победительница Кубка мира прошлого сезона. Но здесь, наверное, надо сказать, что от Ангелина в начале сезона, может быть, не стоит ждать суперрезультатов, потому что немножко болела она по ходу подготовительного этапа. Но, тем не менее, все равно неплохую скорость и борьбу с Херцег она удержит. Ну, и теперь увидим сейчас результат. Голикова четвертая. Но, тем не менее, рядом с пьедесталом. Все равно хорошая позиция, которая позволит ей в дальнейшем бороться за Кубок мира. Ну, а, соответственно, Херцег забирается на пьедестала на третья. Японки продолжают все-таки свое шествие, победное на спринтерских дистанциях. Все-таки результаты. Но Ванесса очень парадола. Результат великолепный. Да, результат, да, Ванесса вторая, Макит Суджи третья. Две японки на пьедестале. Так что, в общем, японская доминанта в женском спринте сохраняется. Когда это смотрят, какие... Что-то с коньком, может, все-таки случилось. Ну, да, вот, может быть, на этой прямой продолжают. Почему же был этот сбой? Ну, и Ангелина Голикова, то, что сумела стать четвертой, вот... Сейчас еще уточним окончательно. Протоколы. Ну, показывают нам и Маки Цуджи. Маки, в общем, ей тоже на пьедестале бывать, не привыкать быть на пьедестале этапов Кубка мира. Ну, в прошлом сезоне и Кадайра, и Цуджи в общем зачете Кубка мира в призах не отметились. Но прежде всего потому, что они просто в конце сезона перестали ездить на это по Кубку мира. То есть, вот начало первые четыре этапа они отработали. Да, и посмотрите, какая тонкая грань между третьим и пятым, даже шестым местом. То есть, вот, 55 сотых проиграла Кадайра Маки Цуджи. 57 сотых, то есть, 2 сотых секунды Голиковой не хватило для попадания на пьедестал. Отметим седьмую позицию Даши Качановой, тоже в десятке сильнейших и меньше, чем в секунде от безоговорочного фаворита от Кадайра. Я считаю, что Кадайра проиграть меньше секунды, это вообще не зазорно совершенно. Это абсолютно логично и это можно воспринимать как очень-очень достойный результат. Девочки очень достойно выступили. Чуть-чуть, конечно, не повезло. То есть, деревянной медалью, как у нас Ангелина осталась, как у нас, как говорят, говорите. Ну, ничего страшного. Но это первый старт. На самом деле, вот, да, Кадайра, безусловно, фаворит. Но вот если прошлый сезон смотреть, у Ангелины, во-первых, регулярно достаточно были такие перепады. Где-то она то в призах, то в десятке. Да, вот если смотреть, там, прошлый сезон, скажем, первый этап в Херенвене. Вот она третья, потом чуть ли не десятая или одиннадцатая. Потом следующий этап в Ставангере. Она начинает с шестого места, потом второе. То есть, у нее вот такие перепады бывают регулярно. Я надеюсь, что с четвертого места она шагнет только выше. Вверх шагнет, а не вниз завтра. Ну, еще раз повторюсь, что... Не помню, а Сахерцег шутит. Посмотрите, насколько она крупнее. На коньках шла. Крупнее, да. Ну, она и без коньков была бы, выглядела значительно выше и мощнее, нежели Кадайра и Цуджи. А тут вообще практически на голову получается выше японок. Ну, я очень надеюсь, что Ангелине и Даше в этом сезоне, а там, глядишь, и Олиф откуленный доведется поучаствовать в церемониях награждения в беге на 500 метров и на этапах Кубка мира и на более серьезных соревнованиях. Ну, а пока на Кадайра 37,496 тысячных. Ну, вот обратите внимание, все-таки то, о чем так долго говорил мировой пролетариат, свершилось. В протоколах в телевизионных вам пока по-прежнему показывают только сотые доли секунды, но в протоколах официальных уже все результаты с тысячными долями секунды, потому что, ну, уже, наверное, последние лет 10 говорили мы о том, что очень часто сотые оказались, вплоть до сотых результат одинаковые, тысячные все равно решали судьбу того или иного места, все равно судям приходилось дополнительно, как бы... Очень много одинаковых результатов. Смотри. Да, нет, ну, определяли разницу все равно между... Но не показывали. Да, но ее не показывали. Да, нет, иногда рисовали где-то в скобочках, и сейчас все официально. Ну, и, конечно же, нельзя не поздравить Цзинь-Джу-Дзинь с личным рекордом, который позволил ей забраться на 13-й месяц. На 13-й месяц? Да, но... Просто... Да, да, да. Протокол так еще выглядит, что на сайте еще не внесены результаты Херцога и Голиковой, но тем не менее. Церемония награждения прошла очень быстро и незаметно, и мы теперь обращаемся к мужчинам. Конечно же, будем ждать предпоследнего, девятого забега, в котором Павел Кулижников и Ховард Хомфюрд Лоренсон сойдутся, но отметим также, что мы увидим и Руслана Мурашова, и, соответственно, Виктора Муштакова. Который в восьмой паре даже побежит. Ну, а Викторе, наверное, отдельный разговор. Очень приятно, что он так при переходе из юниоров практически ворвался уже, по крайней мере, в национальную элиту. Я надеюсь, что и в мировую тоже, потому что результат его очень-очень хороший фальстарт Харри Лево. Ну вот, Мико Поутл официально объявил о завершении карьеры. Я не встречал новостей Пека Кёскеля, по-моему, тоже. Но два опытных финских спринтера, возрастные ребята были. И, в общем, логично, что, наверное, было, потому что они после Олимпиады свои карьеры завершили. Мико Поутл даже успел еще до окончания карьеры биографию свою выпустить. В печатном варианте книгу написал. Ну, а теперь вот Харри Лево приходится защищать в честь финского спринта. Ну, в общем, даже ветераны Поутл и Кёскеля посильнее были, нежели Харри Лево. Я думаю, все-таки команде Финляндии еще предстоит путь пройти, чтобы у них появились новые спринтеры. Вот. Всегда у команды Финляндии появлялись ребята, которые с честью защищали свою страну. Так что, я думаю, его ждет еще много-много всего впереди. Ну, Харри Лево, в общем, сложно от него какого-то фантастического прогресса ждать через месяц 28 лет парню. И все-таки тяжеловато. Я не то, чтобы имею в виду, что именно от Харри Лево, а просто... Кто-то, что появится, какой-то самородок, талант. Ну, хотелось бы, чтобы не терялась страна на конькобежной карте. Я вот, честно скажу, был, в общем, такие разноречивые эмоции испытал, противоречивые. Нашел одну любопытную статистику по количеству людей, которые активно... Активные спортсмены, скажем так, принимают участие в различных стартах под эгидой ИСУ. Да, которые одобрены Международным союзом конькобежцев. Во-первых, всего 38 стран. Во-вторых, всего меньше 8,5 тысяч человек. Вот в официальных протоколах международных стартов. Вернее, не международных, а официальных стартов зарегистрировано. Причем тут и юниоры, тут и ветераны, тут все. И вот это вот всего 8,5 тысяч на весь мир. Но другая статистика вот из этого же разряда приятная оказалась. Понятно, что больше всех конькобежцев, естественно, в Голландии. Их порядка почти 4 тысячи. Все страны. 3,8 тысячи. Да, почти половина из этих 8,5 тысяч. А на втором месте российская сборная. Почти полторы тысячи. Ну, Российская Федерация, скажем так. И с большим отрывом от немцев, которые третьи. То есть у нас где-то порядка 1300 человек. Вот в различных стартах официальных отметилось. А у немцев меньше 600. У японцев там около 500 человек. То есть все равно приятно российскую сборную в этом рейтинге отмечать. Российский конькобежный спорт в этом рейтинге отмечать на второй позиции. Кимони Гриффин, нынешний лидер американской спринтерской сборной, выигрывает этот забег у дебютанта из Канады Дэвида Ларю. Личный рекорд, правда, у Ларю серьезно похуже. Он из 35 секунд в своей карьере еще никогда не выбегал. Ну, на всякий случай, напомню, что мировой рекорд принадлежит Павлу Кулижникову. Он из 34 секунд. 33,98. Ну, о мировом рекорде вспомнили мы не случайно. Потому что сейчас на дорожке человек, обладатель второго результата в истории конькобежного спорта. на этой дистанции, это Руслан Мурашов, но первым представляет стартовщего по внутренней дорожке Тайон Кима. У него личный 34,49, в этом сезоне 35,34. Ну, у Руслана тоже, в общем, есть определенные проблемы со здоровьем. И мы помним проблемы за спиной с прошлых сезонов. Еще были болячки. Ну, хочется Руслану всяческого здоровья пожелать, чтобы все-таки этот сезон прошел чистый. Это очень приятно, потому что очень часто Руслан делает полистарт на первых стартах. Поэтому и, в принципе, неплохой разгон для первого старта тоже показывает Руслан. Учитывая, что результат на чемпионате России у него не очень был высокий. И вот сейчас будет все зависеть от того, как Руслан, конечно, пройдет второй малый поворот. У него все-таки были небольшие проблемы. Видно, что его выносят очень-очень-очень сильно. Вот, на самом деле, как бы не было дисквалификации, потому что он мешал. Хотя, вот первый результат из 35, показывает Руслан. Но здесь вот сейчас на усмотрении судей будет. Потому что, в принципе, Таин Ким ушел со своей траектории. Он его выдавил из-за того, что его вынесло. Да, причем он вышел на внешнюю дорожку прямо перед корейцем. Вот еще раз. Вот он сейчас как раз показывает. И вот он... Нет, в принципе, нет. Ну, кореец, так, надо сказать, культурно. Он мог привстать, он мог показать серьезную помеху. Он продолжил бег. Отдадим должное кореецу. Но еще раз повторимся, что нам придется ждать, что же скажут судьи по поводу этого бега Руслана. А сейчас следующая пара. Михель Мюльдер. Мюльдер. Да, ну, братья Мюльдеры никак не могут обойтись без болячек. И Михель тут немножечко поболел. Ну, а Рональд, который, в принципе, на национальном чемпионате проиграл. Они, кстати, в одной паре бежали. А, нет, они у них вообще одинаковый результат. 35-22. Это было любопытно. Ну, вот, соответственно, Рональда держали как запасного. Но он приболел еще в Голландии. То есть летел в Японию, он прилетел. Но, ну, было ясно, что стартовать сегодня не будет. Дайдайн Тапп его заменил. Который на национальном чемпионате, на национальном отборе был лишь шестым. Ребят, показывают скромненько такие разгоны на стометровке. И вот посмотрим, конечно, как пройдет круг. Да, он в случае, конечно, мешал. Да нет, скромно прошел и круг. Кристофер Фиола, в общем, большой конкуренции Михелю Мюльдеру не составил. За Кристофера, я понимаю, что это все-таки дебют? Да. Все-таки? По-моему, да. Ну, он молодой парень, 22 года. Ему совсем недавно исполнилось, с сентября 96-го. 35-22, правда, в этом сезоне он в Калгаре бежал. В прошлом, знаешь, нет, все-таки он бегал, но, наверное, в группе Б. У него результат с Кубка мира в Солт-Лейке, кличный рекорд, 34-86. Да, Кристофер Фиола. Ну, а Михель проиграл своему, несколько соток проиграл своему результату в Херенвине. Ну, вот такая серьезная гренадерская фигура Ника Илья. Он тоже из ветеранов свою карьеру не заканчивает. И Джунху Ким. Молодой кореец. В этом сезоне в Калгаре 35-20 бежал. Ну, вообще в Солт-Лейке 34-35. Ну, у Ника Илья точно такой же личный рекорд. Это уже 34-35 соток секунды. Старт очень хорошо сейчас получился. Вот посмотрим на секунды. Ой. Ну, вот Джунху Ким, 9-68. Ну, да, это лучший пока разбег дня. Поживее, по крайней мере, видно, что бежит. Ника немножко затянута, проходит переходную прямую. Ну, его массу пока разгонишь. Это сколько сил надо приложить. Вот, выходит на финиш. Ну, на самом деле... Ника накатывает, конечно, за счет опыта. И за счет того, что ему не пришлось мучиться с малым поворотом. Может быть, завтра побежит последний поворот из малого. И, соответственно, будет чуть-чуть тяжелее. Сложнее будет, если вот то, что как он сейчас... Немножко, не знаю, какой-то тяжелый Ника сейчас вот на данном забеге. Потому что, не знаю, вроде ходили разговоры, что вроде Ника хотел заканчивать, ребята говорили. Но решил продолжить все-таки карьеру. Но на данный момент он все равно, наверное, без смены лидер такой сборный. Да, ты знаешь, я сейчас посмотрю. Я, по-моему, даже не распечатывал результаты национального чемпионата Германии. Не брал с собой. Да, ну, можно, честно говоря, взглянуть. Но я думаю, что там 3-4 человека остались. Но, посмотрите, пока по-прежнему результат Руслана Мурашова есть в протоколах. Значит, все хорошо. Хочется надеяться, да, что судьи претензий к нему не предъявили. И он из 35 секунд все-таки сбегал. Это, конечно, пока еще не дотягивает до рекорда катка. Он принадлежит Тюньё Гао, китайцы, 34,69. В феврале 2017 года, то есть полтора года назад, на азиатских играх, которые здесь проходили, лидер китайской сборной, может, такой спринтерской, показал. Ну, а у нас здесь... Уже фальстарт. Да. На дорожке Келд Найс и Дай Дайн Тап. Ну, все-таки Дай Дайн Тап больше сконцентрирован именно на 500-метровой дистанции. Келд все-таки больше специализируется на тысячи, на полуторки. Но, тем не менее, в общем, достаточно регулярно мы видим его и в забегах на 500-ке. Его уровня хватает для того, чтобы быть где-то вот неподалеком. Дай Дайн Тап сейчас проспал, у него не получился старт в первые шаги. Да у него просто, по-моему, знаешь, как это, пробуксовал, знаешь. И, тем не менее, догнал. Ну, да, но, тем не менее, да, посмотри, разбеги по 10 секунд. Это, конечно, по сути, Келд три десятых секунды проиграл лучший разбег-то у Руслана, по-моему. Я один... А, нет, у корейца. Нет, нет, у корейца, у корейца. 9,57-то. Ровненько. Ровненько, но слабенько. Слабенько. Да, ну, они, в общем, где-то так же в свои результаты у Келда, правда, было 35-19, у Дай Дайн Тапа 35-28 на национальном отборе. Лучший результат от сезона у Келда была 35-11 в инцелёном. Ну, да, бежал. Да, они оба в инцелёном бежали по личным результатам 35-04 и 35-11. Ну, это было, там, больше месяца назад уже. Такие контрольные старты у голландцев были. Ну, инцель всё-таки это 800 метров над уровнем моря. Это всё-таки, пусть не Калгари и Солт-Лейк, но это всё равно, наверное, в Европе самый быстрый. В инцеле можно бежать очень хорошо, на самом деле. Ну, и на таких вот тренировочных стартах ребята показывают, как правило, очень хороший результат. Ну, а у нас продолжается открытый чемпионат Голландии в рамках этапа Кубка мира. Вторая пара полностью составлена из голландских конькобежцев. Они выбирают максимальную квоту. Пять человек у них в группе сильнейших бежит. И вот здесь Кайфер Бай вместе с Яном Смикенсом. Ну, это как раз первое-второе место в национальном чемпионате. 35-03 и 35-04 соответственно. Это лучшие их результаты в сезоне. Личный рекорд чуть повыше у Кая Фербая. Но Смикенс периодически всё-таки цепляет разные медальки на самых крупных соревнованиях. Конечно, с огорчением он вспоминает Олимпиаду в Сочи. Но здесь, по-моему, побольше будет у него поводов для радости. Всё-таки должен он выиграть. Хотя накатывал Фербай на концовке, но 35-08. Борис 35 секунд не получается пока преодолеть у голландцев. Да, с одной стороны, какая-то сильнейшая внутренняя конкуренция – это часто плюс, но иногда это и минус. У голландцев столько персонажей интересных, что они порой слишком увлечены как раз борьбой между собой. Не всегда на все международные старты их хватает. Особенно это касается как раз спринтеров. Но, с другой стороны, это и очень хороший мотиватор для них. Ну, это очень хороший мотиватор и для их соперников, которые видят эти результаты и понимают, на что им надо равняться. Поэтому, в общем, да, ну, сегодня вполне возможно, что без медалей. Потому что вот сейчас лучший из голландцев только третий. В то время как еще шестеро сильнейших по результатам, ну, в данном случае не Кубка мира, а по результатам, показанным в этом сезоне. И вот Виктор Муштаков. 34-66. Его личный рекорд, который установлен был на национальном отборе. И это третий результат сезона в мире. И бежит он вместе с Лореном Дюбри, как раз обладателем лучшего результата, со-обладателем лучшего результата в данном мире. Хороший очень разгон показывает Виктор. Все зависит от второй половины вот сейчас. На самом деле, на национальном отборе он очень хорошо пробежал в паре вместе с Пашей Кулижниковым. Да, и, в общем, многие даже считали, что он может даже обыграть Пашу в группе. Из Бурнаула парень Виктор... Ой, я чуть-чуть засбоил, да? Ну, 35-33. Ну, спишем на волнение от дебюта на взрослом Кубке мира. Ну, на самом деле, Виктор очень неплохо проявлял себя по юниорам. Много побед у него на юниорских этапах Кубка мира. Но вот в этом сезоне присоединился к спринтерской группе Дмитрия Дорофеева. И сразу сделал очень серьезный такой прогресс. Ну, а из Бурнаула я почему это подчеркнул? Потому что вспомним, что из Бурнаула же родом и Сережа Клевчин. Да. Так что с родины двукратного чемпиона мира в спринтерском многоборье Виктор Муштаков. Пожелаем ему успеха в дальнейшем. Ну, в группе сильнейших, я надеюсь, он закрепится на Кубках мира. Ну, а пока, наверное, хит сезона. И интрига дня, я бы даже сказал. Я думаю, что это интрига всего сезона. Именно в спринте. Причем не только на 500-метровой дистанции, но и на 1000. Ховард Холмферт Лоренсен, олимпийский чемпион и, соответственно, обладатель Кубка мира. И рекордсмен мира. И рекордсмен мира Павел Кулижников. Кто из них сильнее? Ну, с точки зрения, конечно, результатов в этом сезоне показанных пока о конкуренции. Паша дали фальс. Я думаю, что Паша дернулся первым. Ну, да, у него нога пошла. Немножко так он приседал, приседал, приседал. Сейчас будет момент, покажут нам. Сначала рванулся. Дернул ногой немного. Да, и нога, и плечами было небольшое движение. Ну, что сейчас покажут, какой белый или флажок. То, что уже Лоренсен... Белый показывает. Да, Лоренсен рванулся уже после свистка, от которой зафиксировал фальстарт. На движение Паши он среагировал. Все равно... Да, ну, честно скажу, вот мне Паше... У меня не получилось с ним пообщаться лично, но вот по тем интервью, которые я прочитал, начиная где-то с лета, которые он давал и послушал, которые он давал нашим корреспондентам, мне кажется, Паша очень серьезно переменился. Он очень ментально повзрослел. Он стал совсем другим человеком. И мне кажется, что это должно способствовать его дальнейшему прогрессу. То, что он талантлив, мы знаем и не сомневаемся. А то, что если он еще к этому таланту добавит еще новые грани за счет серьезной работы, я думаю, что это может дать фантастические результаты, пока он впереди. Лоренсен, правда, отличается шикарным прохождением круга. Ну и борьба на прямой. Накатывает Лоренсен. На финише Паша, как правило, всегда очень... А Паша, нет, все-таки проиграл. Четыре сотые. Чуть-чуть, да. И посмотрите реакция Лоренсена. Как он, да, типа, выиграл, сделал. Да. Для него это было важно. Но я думаю, что это только начало этой борьбы. И вот эти два здоровых, молодых, крепких парня, они еще продолжат эту битву. Это все показывает, что нас в сезоне ждет такая серьезная борьба. И на самом деле это приятно. А если еще к этой борьбе присоединятся Руслан, Виктор, может быть, кто-то еще, то это будет только интереснее. Но пока все равно нам приятно смотреть на протокол, потому что сразу два россиянина на пьедестале пока на виртуальном. И останутся ли они там, решат вот эти ребята. Тюнь Югао, ну, ему сейчас 21. Появился он три сезона назад как рекордсмен мира среди юниоров. И даже на этапах Кубка мира стартуя обновлял мировые рекорды. Любопытно, что в этом сезоне у него нет ни одного официального зафиксированного результата на 500 метров. А так 34-34 его личный рекорд. Ну, мировой рекорд чуть по стране. И Тацуя Шинама. Это дебютант японской сборной. 22 года этому парню. И Шинама совершенно невероятным образом с личным рекордом выиграл национальный чемпионат. Да, 34-76 в Нагану это было. Ну и к японцам, конечно, надо серьезно относиться. Ну, правда, сейчас затянул. Проходит он поворотный поворот. Очень-очень аккуратно. Китайца обыгрывает. А какой будет результат? Третий. Третий результат. Оттесняет Руслана Мурашова. Ну, Павел Кулижников на пьедестале. И к Шинаме надо будет, конечно, тоже присмотреться. Парень тоже немалых габаритов. Очень интересно, на самом деле, технику показал. Вроде бы очень спокойно. Но вот как у нас, как все время говорят, очень в давлении ехал. Если так вот. То есть хорошо попадал в отталкивание. Да, очень попадал хорошо в отталкивание. Вот у Китайца, например, в данный момент показывают очень специфический старт. Наоборот, вроде все они низко приседают. А он, наоборот, с высокого на низкий уходит. Знаешь, у меня такое ощущение, что, может быть, поэтому у него не было стартов. Может быть, какая-то травма. Поэтому такую позицию на старте и такой, в общем, достаточно слабый для своего уровня бег он показал. Ну да, но он поджимал малый поворот, потому что в первой его части маленький сбой был. Если бы его не было, может быть, даже и побыстрее был бы. Ну что, еще один молодой парень вливается вот в этот коллектив. И для японцев, в общем, тоже нехарактерно большой, здоровый. Посмотрите, рост там, в общем, не сильно ниже Лоренсона с Кулижниковым и с такой рельефной мускулатурой японцев. Это необычно для японцев, правда. Да, да. С Тацуя Шинама. Запомните это имя. Ну вот четыре человека выбежали из 35 секунд. Двое из них россияне Павел Кулижников и Руслан Мурашов. Руслану чуть-чуть не хватило до педестала, 11 сотых. Ну вот в этих сотых все время будет борьба. И то, что Лоренсон сегодня 4 сотых выигрался у Кулижникова, это, в общем, не страшно. Виктор Муштаков, 16-й, но еще раз повторимся, не в свой бег Виктор пробежал. Не получился у него в свой бег, да. Потому что то, что он показал, например, на национальном отборе в Коломне, это небо и земля на самом деле. Да, там был такой расслабленный, спокойный, хороший бег. Но завтра в группе сильнейших присоединится, как минимум, Цубаса Хасигава, по идее, и Мюкью Час, Ряхи и Мхага должны, то есть призеры в группе В быть, ну там, кстати, результаты в тысячных вообще все определилось. Потому что у всех, у Хасигава и Мюкью Ча 35-21, их 0,001 секунды разделило. И Ряхи и Хага 35-271 пробежал. Там же в группе В сегодня стартовал Руслан Захаров, но это другой Руслан Захаров. У нас теперь, не путайте, два Руслана Захаровых в сборной, а есть еще и Тимур Захаров. Просто пусть и не на этом этапе. В группе В Руслан Захаров спринтер, скажем так. Руслан Захаров джуниор. Руслан Захаров большой. А в том плане, что от Руслана Захарова, олимпийского чемпиона, он, конечно, на фоне выделяется своим ростом. Молодой парень. Ну вот тоже дебютант Кубков мира. 35-914. Тоже, в общем, достаточно скромный для себя результат показал. Надеемся, что завтра будет все лучше. Ну, а нам показывают, естественно, призеров Павла Кулижникова, японца Тацуешинаму, ну и победителя Ховарда Холфгерда Лоренсона. В прошлом сезоне Лоренсон на Кубке мира тоже выиграл первый забег. Ну, на самом деле, за сезон Лоренсон в прошлом сезоне выиграл всего лишь три забега из всех проведенных. Но был достаточно стабилен. Часто попадал или в призы, ну, в шестерку сильнейших, скажем так, он часто на пятисотки забегал. Но завтра, я так понимаю, что к Кулижнику убежать малый поворот последний. Вот это будет для него серьезным испытанием, вспоминая, как Паша, ну, правда, будучи с травмами, с определенными, мучился с малым поворотом в прошлом году. Я думаю, Паша, уже они поработали над этим. Даже вот, судя по национальному чемпионату, он очень уже, ну, кардинально по-другому. Ты знаешь, мне кажется, здесь даже дело не в технике, здесь дело в психологии. Потому что в прошлом году у меня вот было полное ощущение, что Паша психологически этот малого поворота стал бояться. Он очень много о нем говорил. И вот это вот выдавало какой-то его, ну, если не бояться, то, ну, определенный, скажем так, трепет у него был. Лишний трепет перед вот этим малым поворотом. Ну, посмотрим, что будет завтра. Сегодня Паша с серебряной медалью, и это, в общем, должно его лишний раз подстегивать. В прошлом году у него была победа одна, но это было его единственное попадание на пьедестал почет. Это было в Эрфурте за весь сезон. Надеюсь, что в этом году будет совсем иначе. И мы заговорим о прежнем Кулижникове, о котором мечтаем говорить и желаем Паше быть всегда наверху. Все-таки, правда, необычно видеть японцев такого габарита. Да, ну вот, как я и сказал, что он по росту с Кулижниковым и Лоренсеном наравне. А ребята там, они же все трое, получается, в районе 190, плюс-минус, там, несколько сантиметров. Ну, что ж, вот такая сейчас мода, да, в какой-то момент от таких крупных габаритных ребят, которые побеждали в 80-е, в 90-е годы еще на открытых катках, постепенно отошли в моду. Вошли, пусть высокие, но легкие ребята, ну, вот, как те же братья Мёльдера, как Смикенсон. Ну, а сейчас все равно нельзя без серьезных мышц бежать в современный спринт. И вот ребята обрастают так, месцом. Смотрите на ноги, что Кулижникова, что Лоренсена. Это, в общем, серьезная работа в тренажерном зале со штангой каждый день практически. Вот такие получились у нас итоги. Для российской сборной, ну, получился полный комплект наград. Победа нашей сборной в командной, мужской, в командной гонке-преследовании. Бронза у девуши в командной гонке-преследовании. Серебро у Павла Кулижникова. Ну, и четвертые места отметим также Ангелины Голиковой и Руслана Мурашова. Это наши претензии еще и на медали завтра. Но завтра уже другая будет программа. И не пропустите наши трансляции в 9.30 на канале Матч-Арена. Ну, а сегодня я благодарю вас за внимание, ну, и Дмитрия Лобкова за помощь в этом репортаже. Надеюсь, что мы еще не раз увидимся и услышимся. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.